Информационная продукция для детей, достигших 16 лет. Уважаемые зрители, добрый день, Анар. Максим Балтобаевич, понятно, что дирижер, как лидер коллектива, как руководитель большого оркестра, для того, чтобы донести задумку, задачу композитора, показать все изящество, гармонию произведения, он должен иметь некое профессиональное превосходство. Вы согласны с этим? Вообще, что для вас означает профессиональная репутация дирижера? Да, в первую очередь, наверное, это профессионализм и талант. Профессионализм вырабатывается годами, а талант сама собой, без таланта ты не можешь найти общий язык с коллективом, с большим коллективом. Говоря о талант, есть какая-то категория, которую ты должен почувствовать во время работы с оркестром, ты должен чувствовать, как будет правильно. Плюс к этому, конечно, это интеллект, общий кругозор и профессиональная учеба, наверное. Самообразование. Да. Очень много нужно трудиться для того, чтобы достичь профессионального превосходства. Да. Ну, я вам скажу, что вначале, как музыкант, я играл в оркестре. Наша обязанность была сыграть свою партию безупречно, отнестись профессионально к своей работе. Но как-то ограничилась вот эта ответственность. А через некоторое время, встав на пульт дирижерский, я осознал, что до сих пор я учусь. До сих пор мы ищем какие-то решения, шесты, скажем. Поэтому я уже осознаю, что до конца своей жизни мы будем, наверное, учиться и находить разные способы. Потом яркий пример к этому, я несколько раз дирижирую одним и тем же произведением. Я каждый раз нахожу что-то новое. Каждый раз я делаю именно изменения насчет темпа, штрихов. Поэтому будем учиться, наверное, всю жизнь. Трудно найти внутренние ресурсы для того, чтобы стать дирижером? Да, непосредственно надо иметь самые необходимые качества. Это, скажем, лидерство, сила воли. Когда работаю я, я всегда ищу какие-то опоры внутри оркестра. Это с правой стороны. Если виолончели, да, я здесь ищу кто из них более понимает тебя. Потом с этой стороны скрипки, там кланеты, есть ведущие инструменты. А в народном оркестре, естественно, дамбрист должен быть хорошим музыкантом, чтобы понять, во время дирижирования, во время выступления бывают разные курьезы. Я могу сбиться, я могу ошибиться. В это время они помогают мне. Но мы же не можем, мы же все равно не компьютер. Все равно где-то какие-то будут ощущения твои. Это в музыкальном плане. Может, отвлекая тебя кто-то. Если где-то, может, свет погас, или микрофон не работает. Вот в разных моментах обязательно тебя поддержат музыканты. Вы контрабасист, то есть есть такое, да, слово контрабасист? То есть ваш инструмент — это контрабас. Почему именно на него пал ваш интерес? Я почему спрашиваю? Это контрабас, в моем понимании, это такой объемный большой инструмент, который тяжело перевозить. Транспортировка тяжелая. Это нужна такая мощная пальцевая растяжка. Контрабас, он все время изучается, все время усовершенствуется. Разные инструменты имеют разное количество струн, да, то четыре, то пять. На нем нужно играть стоя. Зачем такие жертвы? Почему не флейта, почему не скрипка? Да, очень интересный вопрос. Но отвечу так. В детстве я ходил в музыкальную школу. Естественно, у нас в бауле был только класс Домбры и класс Спортопианск. Вот. И я ходил, учился играть на Домбре, пел, как все молодые парни. Хотел сперва стать певцом. Потом смотрю, нравится мне все наши ки, и появилась беглость пальцев. И я в один день решил, нет, я буду знаменитым Кючша. Вы сами решили или решили так родители? Я знаю, что очень часто музыку выбирают для своего ребенка именно родителей. Да, я помню первое свое выступление. Это на первом классе был новогодний вечер. И я сыграл песню одну. И мне дали конфетку, да. Вот это я хорошо запомнил. Теперь насчет музыкальной школы. Да, есть у меня тетя, она профессиональный музыкант. Она работала в музыкальной школе. И рассказывал про музыку, про школу, может попробуешь. А нам было интересно выходить из дома, поехать на автобусе в районный центр, потом три раза в неделю. Ну это же хорошо, потом дают деньги тебе, чтобы на дорогу. А мы гуляли, чтобы не работать дома. У нас есть огород свой. И я решил стать знаменитым Кючша. После окончания музыкальной школы я хотел продолжить учебу в музыкальном колледже. Мы приехали в город Козлоду, именно сюда. Но нам открыто сказали, что вы не поступите. Хотя я играл очень хорошо. И у меня красный аттестат был по дамбре. Но открыто объяснили, что много абитуриентов, вряд ли вы поступите. И мы поговорили с другими педагогами. Нам сказали, что только есть место в классе контрабас. Меня взяли в этот класс. Я, естественно, подумал, что мне надо как-то поступить. А навыки были у вас, нет? Нет, я первый раз видел. Контрабас — огромный инструмент. Но через некоторое время я полюбил и освоил. И закончил как контрабасист и как дамбрист. Параллельно я через пять месяцев сдавал экзамен. И все дамбристы единогласно сказали, что можно взять в отделение народных инструментов, именно в класс дамбры. Поэтому мне пришлось параллельно учиться и на струнном отделении, и на народном отделении. Получил диплом и поехал в Алма-Ату. Опять же поступил в консерваторию и по классу контрабаса, и по классу дамбры. Да, в подростковые годы я тоже пел, играли на гитаре, освоил контрабас. И я думал, что одинаковая игра, как бас-гитара и как контрабас. И я некоторое время хотел стать тоже известным басистом, изучал биографию басистов. Потом опять перешел на контрабас, потом периодически вот так менял свои отношения, скажем. И после этого я поступил в консерваторию, получил диплом, устроился в театр, в оперный театр, в оркестр, в группу контрабасов. И я там проработал 7 лет. Мы сыграли основной репертуар театра. Играя в оркестр, я видел работу дирижеров. Ну, подумал, что почему не говорит так, не покажет так, было бы ясно. В принципе, я тоже могу, а почему бы не научиться. И я подошел, дирижер рассказал, что я хочу научиться, пожалуйста, учите меня. Через 2 года, наверное, поступил заново в консерваторию на бакалавр. Теперь как дирижер. Буквально 15 лет занимаюсь дирижированием. Ну, постепенно, как артист оркестра, перешел на сперва ассистент дирижера, потом как дирижер. Теперь полноценный дирижер двух оркестров, можно сказать. Это Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан. И второй оркестр – это академический, фольклорно-этографический оркестр. от Росазы имени Нургиси Тлиндиева. До сих пор я работаю в этих оркестрах. Иногда работаю с областными оркестрами. Очень много шуток про альтистов и дирижеров, да? Почему про альтистов, я не знаю. Ну, вот такая шутка. Если человек не умеет играть ни на одном инструменте, ему дают две палочки, сажают за барабан. Если у него за барабаном тоже ничего не получается, у него забирают одну палочку, и он становится дирижером. Почему такие невеселые шутки? Почему, за что вас так не любят? Я думаю, ну, могу ответить, как артист оркестра. Потому что у меня же есть опыт. Благодаря этому, когда я работаю сейчас в оркестре, я сразу понимаю психологию оркестрантов. Что они хотят, как хотят. Вы тоже не любили дирижера? Да, были моменты. Потому что, когда мучает дирижер оркестрантов, конечно, не любят его. И я тоже, ну, первые годы мучил оркестрантов. Держал много. И не от того, что вот я хочу так делать, а как неопытный дирижер я не нашел нужные слова, нужные решения, как надо делать. Я искал. А они должны были терпеть это. Вот когда он найдет свой, допустим, жест, скажем, или там верные слова, это человеческий фактор, во-первых. Во-вторых, да, почему не я? Ну, это же у всех есть вопрос. Посмотри, почему не я? Он может делать это, а я не могу. Или он, как сказать, решился на это, нашел какие-то пути, чтобы стать дирижером. А я пока играю на своем инструменте. Про артистов могу сказать, да, есть куча анекдотов. И самое интересное, эти анекдоты придумывают сами артисты. Альтисты или артисты? Альтисты, альтисты. И кто-то из альтистов догадался, да, он собрал и выпустил книгу. Анекдоты про альтистов. Я купил сам в Петербурге. Я периодически читаю, когда скучно, я беру и читаю. Я хочу вспомнить пандемию, которая очень болезненно сказалась, прежде всего, на работниках культуры, на профессиональной востребованности работников культуры. Как вы провели свое пандемичное время и что страна должна, какие уроки страна должна извлечь из этого этапа? Опять же, если с точки зрения дирижера, музыканта, я тоже находился дома. Могу сказать, занимался только самообразованием. Читал, и партиторы разные учил, повторял. Бегая с одного концерта на другой, с одного оркестра на второй, иногда не успеваем практически подготовиться к следующему концерту. Иногда упускаем самые важные моменты, но не говорим об этом. Как-то сам замечаешь это все сперва. Были такие моменты, а мне кажется, что именно во время пандемии мы осознали это и отнеслись более профессионально к своему делу. А второе, это самый близкий, родной очаг, это семьяш. Я в основном общался с детьми, сыновьями, рассказывали друг другу о своих намерениях, о будущих планах. В это время мы были дома, и они были счастливы, скажем. Ну да, они не смогли ходить в школу и играть с детьми, но они были рядом с нами. С родителями. Вкусный ужин, вкусный обед, вкусный завтрак, и мама всегда рядом. Это для них было такое большое счастье. Я бы хотела вернуться к вашей дирижерской работе. Я прошу прощения, если вопрос покажется наивным. Я не музыкант и немножко блондинка. Дирижерские жесты. Я правильно называю это? Конечно, в дирижировании, как и в любой точной науке, есть своя метрика, свои термины. Но мне кажется, что все равно 30-40% тех рисунков, которые исполняет, выполняет дирижер, они рождаются самим дирижером, и они очень индивидуальны. Это на мой взгляд, мне так кажется. Тогда, если это так, если вы согласны со мной, как они появляются, эти жесты, и как тогда понимают вас ваши музыканты? Изучая музыку, я могу сказать, что музыка тоже наука, именно относится к которой точной науке. Конечно. Да. Хотя все говорят, что музыка — это гуманитария. Нет, там есть математика, там есть счет. Мы всегда считаем. Есть квадратная музыка и не квадратная, но все равно все рассчитано до мелочей. Поэтому есть жесты, есть дирижерские находки. Но все равно мы ищем. Иногда говорят, что дирижирование — это состоит из парадоксов и закономерностей. Почему? Потому что один жест, который ты нашел и показываешь оркестру, они понимают, и это сработает. Тот же жест на другом оркестре не сработает. Ты должен найти именно другой способ. Я знаю такого дирижера, могу сказать, и учитель наш, благодаря ему, вот я пошел по этой дороге. Это Ренат Салаватов. Большой музыкант, опытный музыкант. Он до сих пор ищет, какие жесты более действуют, более продуктивнее во время работы. поэтому, если вот ему за 70, до сих пор он ищет, но это и показывает, что и мы должны искать. Каждый день вот новая работа, новое произведение, вот изучая, работая над этим, с этим произведением, мы тоже ищем, находим, иногда не находим. Иногда мучаешься, когда вот не знаешь, каким образом показать. Оркестр не понимает тебя. Ты объясняешь, ты можешь спеть, ты можешь показать жестами. Ну, вот сколько находил, столько и, можно сказать, потерял. Потому что, то, что вот ты нашел, это не годится на на следующей работе. Ты должен находить новые еще какие-то жесты, или там, ну, менять надо мышление на каждой, на каждую репетицию. Ну, яркий пример тому, что вот одно произведение я дирижирую, может, десятый раз, может, пятнадцатый раз. Каждый раз я нахожу пропущенное что-то, упущенное и я могу сказать, что я дирижировал неправильно первый раз и пятый раз тоже и предпоследний раз тоже. Вот сейчас надо сделать по-другому. Скажем, отношение такое. И есть такой анекдот. Был великий дирижер Артур Тосканини, знаменитый дирижер. во время гастролей слушает музыку. Где-то по радио дает девятую симфонию Бетховена. Он слушает, говорит, нет, неправильно играет, неправильно играют они. Штрихи неверные, темп не такой. Ну, как можно играть так? И в конце объявляет диктор. Вы послушали девятую симфонию Бетховена. Играл такой-то оркестр. дирижер Артур Тосканини. Все понятно. У меня нет ностальгии по Советскому Союзу, но я помню свое детство. Это два телевизионных канала, одна радиоточка, очень много музыки, Остропович, Шостакович, концертный зал Московской консерватории. Мы впитывали мелодии, даже сами не понимая, что, например, Щелкунчик это высокая классическая музыка. Вопрос у меня такой. Сегодня в Казахстане музыкальная культура, высокая музыкальная культура, она не насаждается. И мне кажется, многим государственным деятелям, деятелям культуры не совсем интересно, что наши дети слушают, как они развиваются в этом плане. Может быть, я не права, как вы смотрите на этот аспект нашей жизни? Да, конечно, здесь пропаганда музыки, могу сказать, самое важное и самое нужное дело. это неотъемлемая часть нашей идеологии, но, к сожалению, в последнее время мы не можем хвастаться нашей работой именно в этом направлении. Я недавно нашел среди своих книг именно схему, именно советский период, как пропагандировалась музыка, культура, прямо схемы показывают, кто за что отвечает. Именно дом культуры, да, районные, чем они должны заниматься, какую музыку должны пропагандировать. Сейчас мы не занимаемся этим, мы пропустили и не прошлый год, а целые 30 лет, скажем, со времен нашей независимости. Обресение независимости. За 30 лет мы выпустили многое, и поэтому мы как бы пожинаем сейчас свои плоды. Но несмотря на это есть категория людей, которые занимаются пропагандой классической музыки, высокой музыки. Я тоже занимаюсь этим делом уже более 7 лет. Есть у нас тоже проект симфонического оркестра, называется детский абонемент для школьников. Это музыкально-познавательный проект для детей и родителей. Первое время было очень трудно распространение билетов, находить публику, уговаривать их, что это полезное дело, благое дело. А со временем мы, можно сказать, осилили, и сейчас у нас полный зал. Через лет 10 эти же дети уже придут к нам на другие концерты, подготовленные. Министры, чиновники большого уровня, они с вами советуются, вообще спрашивают, что делать, в каком направлении работать. Это автономная работа. Я был удивлен, когда кто-то сказал, он на 10, на 15 лет младше меня, не буду называть кто, он как-то во время интервью заявил, культура это я, и культуру диктую я. Но это смелые заявления. С одной стороны, он прав, вот дирижер диктует. Вот так же, я не могу повторить его слова, но практически я делаю свою программу. Это я придумываю разные названия, на какую тему будем играть, что мы расскажем. Разрабатывайте репертуар, прививайте в репертуар, конечно. Это дело такое тонкое и нужное дело, что не только дирижер должен решать, не только музыканты должны решать. Вы правы, все министры, все учреждения, которые ответственны, они должны заниматься этим делом, они должны знать, кто может делать, кто умеет это делать, как мы должны планировать на будущие десятилетия, пятилетия, чем мы должны заниматься, чтобы потом не сожалеть. Мой любимый вопрос о социальной культуре. Мы понимаем сегодня, что социальная культура очень важна, и музыка, искусство, и вообще все жанры, и театры, и балеты, и оперы, они все очень равно влияют на развитие личности, на развитие социальной культуры, на развитие социальной ответственности. В этом плане мы также говорим о деградации общества, о маргинализации общества. Что мы должны делать, чтобы предотвратить эти бедственные процессы, происходящие в обществе? Честно скажу, точного диагноза, точного ответа я не могу дать вам. Мы же понимаем, что маргинализация это чисто без культуре. Да, большинство моих студентов, моих учеников, они учатся в музыкальной школе, они непосредственно занимаются музыкой, живописью, скажем. Я среди них не вижу, не чувствую особой разделенности. Как член общества я чувствую где-то что-то. Есть такая категория людей. В основном те люди, которые далеки от культуры, от художественного мышления. Я все-таки держусь позиции, что мы должны придумывать разные проекты. Мы не должны давать людям свободного времени, чтобы они занимались чем хотят. А мы должны диктовать, все равно должны диктовать. Не только я, не только музыканты, а государство. Это проблема, которая решается разными путями. всеми силами. Каков процент у вас доверия к тому, что через 5 лет, через 10 лет мы все-таки обретем какие-то большие результаты в этом направлении? У меня пессимистические... все-таки у вас тоже пессимизм? Я не вижу и не чувствую. Вот в ближайшее время кто-то возьмется этим делом и будет заниматься. Сейчас у нас пошли другие ценности, другие отношения. Сейчас особо никто не занимается культурой, развитием. Поэтому такой пессимизм у вас присутствует. хотя несмотря на это я буду заниматься этим делом, потому что это моя непосредственная профессия. Я этим и живу и этим и зарабатываю. Каков процент людей, которые мыслят именно так, как вы? 3-4 наверное. 3-4 основная масса думает о неких других ценностях. Деньги, еще что-то какие-то важные, кроме культуры? По результатам опроса 100 современных дирижеров, лучшим дирижером всех времен и народов был назван Карлс Клайбер. Его также называли чемпионом по отказам, потому что он был очень требователен к репертуару, к музыкантам, к организаторам. И всего лишь за свою большую славную жизнь он дирижировал в 76 концертах. это такое небольшое количество. Кого из казахстанских дирижеров вы бы назвали очень требовательными? И относите ли вы себя к этой категории дирижеров требовательным? Каждый дирижер должен быть требовательным. Ну это зависит от интеллекта тоже, от эрудиции, от отношений к музыке. А насчет казахстанских композиторов каждый дирижер индивидуален, каждый дирижер имеет свой опыт, свой взгляд. Вот зависит от этого. Кто-то объясняет подробно, кто-то объясняет коротко, ясно, и чувствуется харизма, чувствуется вес дирижера. Когда выходил на пульт великий Тлиндиев, он практически не дирижировал, он просто смотрел на оркестрантов таким взглядом, что все боялись, все боялись и играли, вот даже они не знают, что он хочет, но играли то, что он хочет, то, что требует. Да, действительно то, что он хочет, без слов, без никаких иных слов. А есть другой дирижер, Шамган Сагодинович Кашгалиев, да, он был эрудит, он учился в Ленинграде, прекрасная школа дирижерская, а когда он выходил, он брал внимание своим интеллектом, своим красноречивостью, отношениям, знаниям, да, и, естественно, талантом тоже. Поэтому каждый дирижер должен быть требовательным. Выдержка из вашего резюме выступал с оркестром в разных странах мира, как Китай, Турция, Израиль, Россия, Украина, Корея, Индия, Япония, Италия. Язык музыки это универсальный язык. И расскажите, пожалуйста, о вашей работе с зарубежными коллективами. Здесь перечислили те страны, где я выступал на сцене театра, филармонии, но с нашим оркестром. А с нашим оркестром. Да, в составе нашего оркестра или как дирижер нашего оркестра. А из зарубежных оркестров я играл только с узбекским национальным симфоническим оркестром. Там работает Альбек Кабдрахманов, наш соотечественник, можно сказать, казах, возглавляет сейчас узбекский оркестр. Вот он пригласил меня, и он у нас был. Вот как бы обмен опыта. Да, мы показываем, есть такая музыка, есть казахская музыка, есть у нас песни традиционные. Да, но только для общей публики, для ознакомления, для единоразного. После этого не все встают и говорят, что да, казахи лучше, я поеду в Казахстан и буду учить песни Бержан Сала или Хансер, никто не говорит так. А также, когда мы едем с симфоническим оркестром в Европу, вот перечислил те страны, где мы выступаем, нет, мы играем западную музыку, плюс к этому, что и у нас тоже есть симфоническая музыка, есть такие композиторы, Тлес Хашгалеев, Верки Галерахмадиев, они тоже пишут для симфонического оркестра и ничуть не хуже, чем ваши. Вот послушайте, пожалуйста, да, 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 ничего, тоже вы умеете, все на этом. Никто не говорит, что дайте нам партитуру, мы будем учить, и мы хотим нести репертуар основной. Оркестр не играет, потому что оркестры тоже делятся на категории, у них есть тоже культура, они пропагандируют свою культуру, ежедневно вашу музыку или иного государства. Поэтому здесь тоже идет культурная политика, здесь тоже есть отношение именно к своей музыке, что мы будем диктовать. Поэтому здесь надо определить позиции с точки зрения чиновников или государств. с точки зрения преемственности поколений и воспитания достояния отличаются казахстанские музыканты или узбекские музыканты от европейских? Да, у них и мышление другое, и образ жизни другой, поэтому они могут работать в одном оркестре и приходят на оркестр подготовленными и и они заранее получают партии, когда у тебя будет концерт через два месяца или какая будет программа и вы будете где играть, с кем играть. Третий пульт первых скрипок или пятый пульт, шестой пульт, с кем вы будете рядом сидеть, вы можете даже не знать. Поэтому они готовятся заранее, получают деньги за подготовку. А мы здесь у нас работают в одном оркестре, потом бегают в другой оркестр, потом успевают преподавать, еще в школе, еще где-то, да, надо зарабатывать, потому что у нас по сравнению с ними там в 10 раз меньше, наверное, на наши зарплаты. Я вообще-то готовила вопрос правда ли или это миф о том, что казахстанские музыканты более ленивые, чем их европейские коллеги. И вы так ответили на мой вопрос уже косвенно о том, что все-таки они, наверное, не ленивые, а более... У нас хорошая школа, вот именно скрипичная школа, школа духовиков, деревянных, медных и удальников, прекрасная школа. Все наши музыканты, можно сказать, профессионалы высшего уровня играют очень хорошо, но просто заработок, который получают за концерт, за мастер-классы. Это сильно отличается. Вы дирижер оркестр имени Турмагамбета, который создан в 2007 году при областной филармонии. Это тот самый Турмагамбет Исклюв, который перевел на казахский язык Шахнаме Фердауси. Вот сейчас вы тоже трудитесь в этом оркестре, в 2018 году оркестр побывал с аншлагом в разных городах Турции, в том числе в столице тюркского культурного мира Кастамон. Отличаются ли зрители той же самой Турции или других стран и отличаются ли зрители больших городов мегаполисов и зрители малых городов? Отличается публика, отличается именно по восприятию музыки. Мы как раз ездили во время месяца Рамадан, как раз после Аузашар все собираются вечером прохладно, и у них есть амфитеатры, все собираются и сидят. Даже если музыка нравится, не нравится, все-таки интересно. Вот спасибо огромное за такую интересную беседу. Сегодня в студии телепередачи Койзгара с точкой зрения был Муслим Балтабаевич Энзе, дирижер, заслуженный деятель Казахстана. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. КОНЕЦ